Акедат Ицхак 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 Да, Бог говорит, что Он произведет великий народ Если бы неугоден был Измаил Богу Стал бы ли он так делать? Можете сами себе Ответить на этот вопрос И Авраам послушал Сару Он Снарядил Агарь Дал ей хлеба, воды Еды И Отпустил их Ну, отпустил Сказал, ну, идите Где-то найдите себе другое место Немножко жестоко Ну, даже не немножко Все-таки это пустыня И Пришел момент, когда Еда закончилась И Агарь Она Села вдали На расстоянии Выстрела из лука И она Не хотела видеть Как погибнет ее сын И услышал Бог Голос отрока Оттуда, где он был И ангел Божий с неба Возвал к Агаре И сказал ей Что с тобою, Агарь? Не бойся Бог услышал Голос отрока Измаила Оттуда, где он находится Встань Подними отрока И возьми его за руку Ибо я произведу От него Великий народ И Здесь я вижу Еще одно Подтверждение Что если бы Бог Богу неугоден был Измаил Стал бы ли он Спасать Стал бы ли он Посылать ангела И сказал ли бы Бог Что я произведу Большой народ И мы видим Это очень многочисленный народ На сегодняшний день И Далее мы Видим Самое Ну, наверное Это для У людей Это самое-самое Сложное испытание Какое только Мог Пройти человек И здесь пишется И было Вторе пишется И было После всех Этих происшествий Бог Искушал Авраама Искушал Испытывал И сказал ему Авраам Он сказал Вот я Бог сказал Возьми сына твоего Единственного твоего Которого ты любишь Исаака Пойди в землю моря И там принеси его Во все сожжения На одной из гор О которой я скажу тебе Конечно Для Авраама Это было Очень сложно Это То есть Он не понимал Что происходит Но Авраам Решил послушаться И Мы видим Сколько Послушания Вот всех этих Событиях Авраам Насколько он Послушен Богу Мы можем Вспомнить Когда Авраам Спорил с Богом Было такое событие Помните Когда Бог Сказал Что он уничтожит Содом И Гоморру То Авраам стал спорить Ну там же могут быть Праведники Господи Ну разве ты Погубишь Праведников Праведников С нечестивыми И Бог сказал Ну и пошло О количестве Вопросов Ну если 50 праведников Там меньше Меньше То есть Был спор Какая-то дискуссия Мы видим Авраам Начал Спорить с Богом То есть Был момент такой А здесь Мы видим Абсолютное послушание И Бог соглашает Авраам Авраам Он соглашается С Божьим Повелением И Здесь Мы видим Что Бог Испытывал Авраама И сказал Да И сказал ему Здесь пишется Мы понимаем Что Бог Испытывал Авраама Но Авраам Он Ему Бог не говорил Я решил тебя испытать Это мы Понимаем Бог испытывал Ага Экзамен какой-то Определенный Происходит Но Авраам Этого не знал Для Авраама Это Было очень-очень Сложное испытание И взял Авраам Дрова для всесожжения И возложил на Исаака Сына своего Взял в руки Огонь и нож И пошли оба вместе И начал Исаак Говорить Аврааму Отцу своему И сказал Отец мой Он отвечал Вот я Сын мой Он сказал Вот огонь и дрова Где же Агнец Для всесожжения Авраам сказал Бог Усмотрит себе Агнеца Для всесожжения Сын мой И шли Дарья оба вместе И здесь мы видим Что Бог открывает Одно из своих имен Бог усмотрит Яхва Ира И По подсчетам Исааку было в то время 37 лет То есть это уже был взрослый, зрелый мужчина И Очевидно, что он понял, что происходит Очевидно, он понял, что будет дальше И здесь пишется И шли Дарья оба вместе То есть он понял, что Что дальше Планируется То есть он не сказал Так, папа Я пошел Да Он Он Проявил так же послушание Он Да И пришли на место О котором О котором Сказал ему Бог И устроил там Авраам Жертвенник И Когда Авраам взял в руки нож Уже То Ангел Ангел Божий Возвал к нему И с неба И сказал Авраам Авраам Он сказал Вот я Я И в этой главе Очень часто Авраам Говорит Вот я То есть вот эта готовность Это Противоположность Адаму Когда Бог сказал Адаму Адам Где ты Вот Адам Тогда не сказал Вот я Господи Вот я Нет Адам сказал Я убоялся Мог бы Авраам сказать Господи Я убоялся Это испытание Слишком сложное Ну Моего сына Нет Вот Мы Можем посмотреть Скоро Мы будем Вспоминать Книгу Пророка Ионы Это тоже Входит В праздники Да То Пророк Иона Когда ему Бог сказал Иди В Неневе Скажи Что если они Не покаются Все погибнут Это были Враги Не Иона Говорит Ага Да Сейчас И в обратную сторону Фарсис на корабль Ну мы помним Что дальше Произошло То есть Он не послушался Но Бог его поставил В такие условия Что он понял Что лучше Послушаться Иначе Иначе Он конечно Погиб И Возвел Авраам Очи свои И увидел Вот позади овна Запутавшийся в чаще Рогами своими Авраам Авраам Пошел Взял овна И привнес его Во всесожжение Вместо Исаака Сына своего То есть Здесь он уже был Связан Он уже был связан Этот Запутавшийся Авраам понял Это знак Вот он Вот Кого нужно Приносить В жертву То есть Ангел Я упустил Этот момент Ангел сказал Вы знаете эту историю Да Ангел сказал Не поднимай руки С твоей на отрока И не делай над ним ничего Потому что Я знаю что Боишься ты Бога И не пожалел Сына твоего Единственного Твоего для меня Это было Десятое Самое сложное Испытание Авраама И То есть Вот это Доверие Богу Доверие Абсолютное Доверие Богу Послушание Смирение С Божьей волей То есть И Между Исааком И между Авраамом Появилась Очень тесная Взаимосвязь После этого Которая не была До сих пор И Нарек Авраам Место тому Яхвой Ира Поэтому и ныне Говорится На горе Яхвой Усмотрится На горе Яхвой Усмотрится И сказал Мною Клянусь Говорит Господь Что так как Ты сделал это дело И не пожалел Сына Твоего Единственного Твоего Для меня То я благословляя Благословлю Тебя И умножая Умножу Семя Твое Как звезды небесные И как песок На берегу моря И овладеет Семя Твое Городами Врагов Своих И благословятся В семени Твоем Все народы Земли За то что ты Послушался Голоса Моего И Я говорил Об Анне Помните Что у нее тоже Такая ситуация была И Анна Это Мама Самуила Она Пообещала Богу Что если родится Сын Господи То Я посвящу Его Тебе Я посвящу Его Он всю жизнь Будет служить Тебе И так и произошло И Радостная Молитва Анны Это Я считаю Это как Шедевр Вообще Это Как Духовный деликатес В Библии Есть такие Особенные места Они мне очень нравятся У вас У вас наверное Есть свои места Которые вам Очень очень так По сердцу И молилась Анна и говорила Возрадовалась Сердце мое В Господе Вознесся рог мой В Боге моем Широко разверзлись Уста мои На врагов моих Ибо я радуюсь О спасении Твоем Нет столь святого Как Господь Ибо нет другого Кроме Тебя И нет твердыни Как Бог Наш Не умножайте Речей надменных Дерзкие слова Да не исходят Из уст Ваших Ибо Господь Есть Бог Ведение И дела у Него Взвешены Господь сотрет Припирающихся С Ним С небес Возгремит на них Господь Свят Да не хвалится Мудрый Мудростью И да не хвалится Сильный Силою Своею И да не хвалится Богатый Богатством Своим Но желающий Хвалиться Да хвалится Тем Что разумеет И знает Господа Если мы будем Послушны Богу То все В нашей жизни Будет правильно Аминь